Добрый день! Это Елена Терехова. Сегодня мы на моем маленьком огородике. Сегодня я начинаю сбор своей фасоли, которая посажена по границе с соседями, по сеточке. Здесь основа металлическая сетка ячейками, такими квадратиками. В этом сезоне очень жарко. Прекрасная погода и фасоль начала активно созревать. Никогда такого не было, чтобы мы уже в начале августа ее собирали. Ну, а тут такая красота. И я решила вам немножечко показать свою фасоль и рассказать про нее. Сейчас волосы замотаю. Да, вот все спрашивают, как вы быстро делаете прически. Вот такая вот пластиковая палочка. И работа на огороде с длинными волосами не доставляет мне неудобства. Вот так вот заматываю. И все. И к работе готово. Значит, что с фасолью? Фасоль я не выдерживаю так, чтобы она засыхала совсем. Ну, что-то остается на семена засыхает, конечно. Но в основном всю фасоль я собираю вот в такой зрелости. Эта фасоль мне очень нравится. Когда-то досталась от сестры. Она мне дала буквально 10 таких вот фасолин. Посмотрите. Вот такая вот фасоль замечательная. Вот таких 10 штучек досталось от нее. И я развела вот в таком количестве уже за, конечно, определенное время, лет. И она замечательно растет. Она скороспелая. Не всегда до морозов и до холодов она успевает все от плодоносия. И я собираю ее слоями. Слой за слоем делаю сбор. Тогда, когда собирается низ, конечно, верх быстрее подтягивается, быстрее зреет. И все успевает отдать все свои плоды, всю свою вкусноту нам. Фасоль посажена очень густо. Я показывала, рассказывала. Она здесь посажена просто вот буквально на таком расстоянии. Один у одного и в три ряда. Я экономлю место. Всегда говорю, что огород маленький. И делаю плотные посадки. И посажена, представьте себе, даже не на отдельной грядке. Я не могу себе позволить отдельную грядку. Это посажена в проходе между черникой. Здесь еще клубника у меня была по рядке. Я ее вырвала, еще лук выращивала. И всегда я сажу по этому проходу. Когда клубника заканчивается, я уже не топчу корни фасоли, а просто начинаю засыпать. И показывала, и рассказывала разными отходами. Здесь были и луковые отходы. Здесь и я сыпала картофельные очистки. Просто засыпала. И затем сосед косил травку, скошенной травкой. Я еще все это дело присыпала. Это прекрасная мульча. И сохраняет влагу. И тем более, что у нас такой в этом сезоне засушливый год. Она прекрасно выросла. И посмотрите, сколько плодов. Начинает листва осыпаться. И вот вся эта красота, все висит. Как я ее собираю? Значит, я сказала, что я ее не выдерживаю, пока она засохнет. Потому что специально купили даже морозильный холодильник. И я эту фасоль замораживаю. Вот замораживаю в таком состоянии, когда она уже в хорошей зрелости, но не пересохла. Очень удобно сварить супчик. Вы достали из морозилки. Не надо часами ее, как обычно, вечером замочили. А утром уже варим, что-то делаем, готовим. Здесь замачивать не надо. Берете из холодильника и сразу свою фасольку кидаете в супчик. Экономия времени. Ну, я думаю, и вкуснее получится. И быстрее разваривается. И еще, конечно, много рецептов есть при приготовлении на зиму фасоли. Я, правда, еще не делала, но, наверное, может быть, и сделаю. Найду тоже подходящий рецепт. Фасоль в томатном соку. Потому что томатов в этом сезоне, ну, и как и всегда, достаточно. И можно сделать такие заготовочки на зиму. Будет отлично. Затем, когда я фасоль собираю, я эту шелуху не выбрасываю. Никуда-то не на компост, никуда. Как всегда, у меня все идет в дело. Стараюсь это использовать. А куда это использовать? Это, конечно, первое дело использовать ее для парника. В парнике. В парнике у меня сейчас мульчи никакой нет. Я не засыпаю томаты никакой мульчой, чтобы видно было. Я рассказывала, чтобы было видно, как поливать и ухаживать. Мне так удобнее. Но сейчас я буду свои томаты засыпать мульчой из отходов, стручков этой фасоли. Посидеть вечерком. У телевизора я не сижу. Время нет на телевизор. Но есть компьютер. Ну, или просто посидеть. И собрали волнами часть. Это не такая большая гора. Это можно взять, перерезать вот так вот ножничками, аккуратненько. Она режется очень хорошо. Эти стручки. Эти стручки фасоли. И вот таким образом это получится прекрасная мульча. Ее я засыплю в парник. Ну вот, наверное, сегодня на этом все. Выращивайте фасоль. Замечательная фасоль получается. Я еще покажу вам фасоль с другой стороны, где я делала опоры, где вешаем белье. Все. Сейчас еще не прощаюсь с вами. Ну вот, сделаю монтировку, видео смонтирую. И тогда покажу окончание. Ну и продолжаем разговор о фасоли. Вот в этом закуточке, где у нас хозяйственная зона, весной я вам показывала, что построил мне муж такую опору и для винограда, и для... Виноград там совсем маленький у нас, и для фасоли. И в основном это, конечно, сушилка для белья. Очень удобная. Я привязывала колечки, показывала сюда наверх и здесь. Отлично сушится белье на вешалках. Но еще от соседей здесь натянута... У меня нету, был когда-то старый заборщик. И натянула я такие верюбочки, ленты. И здесь посадила фасоль. И вот посмотрите, как эта фасоль выросла. Это теневая сторона. Тут бывает только солнышко совсем рано утром, и потом эта тень. Но там, где больше солнца попадает, фасоль, вот посмотрите, она более такая, быстрее вызрела. И сколько фасоли. Вот все насчет этого сорта. Совсем маленькие растения, но все увешано. Вот. Замечательно. И просто хочу сравнить с другим сортом фасоли еще. Показать вам, что и листва такая небольшая, и цветет она совсем незаметно. И я думаю, все спрашивают, а где цветы фасоли? Ну, я говорю, это такая фасоль, когда цветов не видно, а вот плоды налицо. А здесь вот другая фасоль. Я купила, понравилась пачечка мне. И вот посмотрите, какая листва у нее шикарная, огромная. Ну, вот по сравнению вот с этой фасолькой. Просто вам хочу показать. Вот малыш малышом, а столько дает урожая. Ну, а эта фасоль оказалась не такая плодовитая. Ну, не знаю, может быть, наверху там будет побольше. Ну, посмотрите, внизу она ничего не завязала. Практически там есть какие-то, да. И это, наверное, все-таки не скоростелая фасоль. Вот есть ручков. Так вот, и они не такие большие и не такие полные по сравнению. Ну, вот небольшие-то ладно, а вот просто это уже готовая фасоль. Здесь вот еще виноградик висит. Поэтому, конечно, от сорта очень многое зависит. Очень многое. Другой раз мы ухаживаем, ухаживаем, ухаживаем. И, кажется, уже все и душу вложили, и силы, и любовь. А отдачи нет. Ну, вот, надо подыскивать себе такой сорт хороший, и потом его беречь и множить. Ну, и тут с этой стороны, это как-то я не очень всегда показывала эту часть огорода, но весной показала. Здесь у меня еще виноградик есть. Я не специалист большой, но вот тоже смотрю интернет, советы другие. И вот у нас в Латвии, конечно, все зависит от погоды. Не всегда удается этому винограду и вызреть. В прошлом году он вообще вымерз. Было пару кисточек, потому что это южный сорт какой-то итальянский я покупала. Но надеемся, что в этом году мы попробуем его. Здесь, где была клубника весной, я вам показывала, что у меня... Я все вырвала, место освободила для новой клубники и посеяла бобы. Необычно поздно, 21 или 22, 23 июня. Ну, вот они вот такие выросли. Что выросло, то выросло. Еще до осени совсем есть время. Не совсем у нас еще морозы. Ну, вот оно цветет, кое-где там уже и завязывается. Не вырастет, будет. Пойдет на силос, как говорится. Но я думаю, что есть кое-что завязалось. Это еще здесь патиссоны. Там по краю посажена тыква пошла плестись. Пустила я ее раньше, как-то туда не сажала ее. Но тыквы тоже надо обязательно уже. Вот завязались там вот тыквы. Не надо их, пусть там их немного будет. Но сразу надо, я прищипываю конец. Пусть будет две хороших. И конец растения надо прищипнуть. Еще идут боковые побеги у тыквы. Я их тоже убираю. Из пазух, кто не знает, из листов выходят еще такие побеги. Их я прищипываю. Вот оставила тут 2, 3, 4. Ну, тут 5 или 6 будет тыкв, конечно. Пусть они вырастут и подарят нам свои замечательные водики. Ну вот, сегодня на этом все. До свидания. Всем хороших урожаев и прекрасного настроения.